То количество фактов, которые удалось нарыть, которые удалось обнаружить, позволяет, по крайней мере, посмотреть на Париж немножко с другой точки зрения, с менее традиционной, скажем так. То, о чем я говорю, это всего лишь версия. Спонтанная версия, еретическая, наверное, во многом. Хотя, мне кажется, что я-то как раз подтверждаю то, что действительно было. Вопросы веры и географии, это немножко разные вопросы. Традиционно, новозаветными местами считается территория нынешних Израиля, Палестины, Сирии и Ордании. Ивана еще. Однако никаких явных подтверждений этому найти до сих пор не удалось. Находятся какие-то там груды черепков, или находятся какие-то камешки. Их с радостью тут же записывают в минус 20 век, или там в минус 30 век. Но каких-то реальных, интересных находок, которые бы однозначно подтверждали ветхозаветную или новозаветную историю, на территории Израиля практически нет. Более того, практически все находки, которые там время от времени всплывают, они оказываются либо подделками, либо настолько видно срежиссированное действие, что, в общем, даже смешно становится. Всплыла урна с именем Брата Иисуса, на которой там было написано. Ну, прошло буквально там 3-4 года, и человек, который явил миру эту замечательную урну, на него завели уголовное дело в Израиле за подделку артефактов. И если мы говорим, например, о ветхозаветной истории или о новозаветной истории, то хотелось бы иметь какие-то, хотя бы что-то, что связывало именно эту землю с текстом Писания, или с текстом Тора, или с текстом этого завета. Вот с этим и у израильских археологов, и у их коллег, и у их американских, английских, немецких коллег, которые работают там, большие проблемы. Собственно, если говорить вообще об израильской археологии, то возникла-то она совсем недавно. И все-таки вся археология, как ни странно, вроде бы это такие земли интересные. Это земля Гроба Господня, это священные места и для мусульман тот же. Но тем не менее, какие-то первые более-менее систематические раскопки там начались вообще только в XIX веке, даже уже, скажем так, ближе к середине XIX века. Первыми, кто начал там работать, были, по-моему, американцы, Робинсон и Смит. Существенную лепту у него с француз Клер Мангано. Также там работали англичане, потом там появились немцы, и в самом конце XIX века там появились и русские, которые занимались раскопками. А что же, собственно, было до этого? Неужели весь христианский мир не проявлял никакого интереса к Святой Земле? Я буду читать кусочки из Евангелия. Это Евангелие на русском языке. Собственно, все эти места я сверял с текстом на старославянском, с текстом вульгаты. Вот с греческим текстом только не сверял, с вульгаты и с старославянским сверял. Там, в общем, все передано адекватно. Вот, например, читаем Евангелие от Луки. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек, прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас». Пройти между граничащими друг с другом Самарией и Галилеей физически несколько затруднительно. Вот если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что это просто граничащие друг с другом территории. И если вы пройдете между ними, то вы попадете куда угодно, только не в Иерусалим. Ну, допустим, что между этими землями, или между этими городами, была некая полоса, по которой шел Спаситель. Или другой вариант, что, например, Христос шел по границе Самарией и Галилеей. Опять-таки, в таком случае, он должен прийти куда угодно, только не в Иерусалим. О какой Самарии может идти речь, если даже по традиционной истории Самария в минус 25-м году была переименована в Севастью. И Севастья она остается до сих пор. На мой взгляд, речь идет о совершенно другом месте, если мы возьмем карты средневековой Европы, потому что, на мой взгляд, все эти события происходили. Это 11-12 век. То, что мы называем 11-12 веком на шее. Открываем карту Европы. Вы знаете, это место сразу находится. Всем известно, да, что древнее название этих земель это Галлия. Галлия существовала вплоть до 16 века точно. По крайней мере, даже существуют монеты французских королей, в которых написано король Галлии. Давайте посмотрим просто на карту Северной Франции, на карту Галлии. И увидим, что тот город, который сегодня называется Амьен, он когда-то стоял на речке в Самаре. Сейчас это река Сома. В древности она называлась Самара. А город назывался Самара-Бреги или Самара-Бреги. Там разные есть варианты, названия. Вот вам и Самария. А территория, соответственно, Галии, она никуда не девалась. Территория Галии это была и современная Франция, и кусок Германии, и кусок Швейцарии, и кусок Италии, огромный, кстати. И далее туда, в Галицию, и так далее, и так далее. Если вы посмотрите, куда можно прийти, пройдя между этой Самарией и Галилеем, вы увидите, что придете в город Париж. Куда дальше? Например, в Кану, в Галилейску, где было сотворено первое из евангельских чудес превращение воды в вино. Вот как попасть в сей древний город, это вопрос на бис. Историки до сих пор не знают, какой город считать Каной. У израильских трудоголиков от археологии есть несколько версий. Они считают Каной или Кфар Кану в 6 километрах от Назарета, или Хербат Кану, например, в 8 километрах от Цепори. Ну, возможно, есть еще какой-то третий, четвертый, пятый вариант. Просто вот эти два варианта это самые известные. В Евангелии от Иоанна сказано, что Филипп, житель Вифсаиды, найдя Нафанаила, рассказывает ему о Христе. Это Евангелие от Иоанна. Далее, в том же самом Евангелие от Иоанна написано, что Нафанаил был с Каной Галилейской. Ну, неужели так трудно сопоставить эти отрывки, понять, что Каной Галилейской и Вифсаида должны быть где-то рядом, или накладываться друг на друга. В конце концов, не на Марсе же встретил Филипп Нафанаила. Это где-то должно быть по соседству. Но такой поворот он никак не устраивает исследователей Евангелия, потому что Канна и Вифсаида они друг на друга никак в рамках традиционной версии не накладываются. то поселение, которое сегодня выдают за Вифсаиду находится не в Галилее, так на секундочку, а в Галилонетиде, по другую сторону Иордан. Опять в той же самой Галии на территории современной Франции. Опять-таки рядом с тем же самым Амьеном Самарией, что очень интересно. Есть город Канн, известный всем. Расположен он не где-нибудь, а на исторической территории Бессен. Если вы сравните написание французское, например, на территории Бессен с названием Вифсаида, вы поймете, что это практически одно и то же. Вот вам, пожалуйста, Канн на территории Вифсаиды. И они прекрасно накладываются друг на друга. И тогда понятно, почему Нафанаил был одновременно и жителем Вифсаиды, и уроженцем Канн. То, о чем я говорю, это всего лишь некоторая версия, да, и я не претендую на то, что они суистен в последней инстанции. В первых, есть два города с очень похожим названием. Есть город Канн на севере Франции, есть город Канны на юге Франции. Почему такое устойчивое словосочетание возникает, Канна-Галилейская? Вопрос, а где была Канна-Негалилейская на территории Древнего Израиля? Если мы рассматриваем территорию Галлии Франции, да, то вот здесь этот вариант возможен, потому что один Канн был на севере, а другие Канны были на юге. Вот, например, что говорится о местах, где Иисус родился и вырос. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении к верении Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были, там наступило время родить и родила сына своего первенца, исполинала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Вот в этом отрывке речь идет о двух городах Вифлееме и Назарете. Традиционно предлагается считать Вифлеемом город Бейтлехэм или Байтлахм, да, он находится к югу современного Иерусалима. А Назаретом считается город Нацрат, или Анна-Сира. Но тут опять-таки нужно сказать, что люди, проводящие раскопки в Израиле, называют Назарет первого столетия нашей эры просто поселок, в котором жил около 25 семей. то есть, такой хуторок, прямо скажем, да. Неужели вот хуторок настолько прославился на весь Израиль, что заслужил фразу «Из Назарета может ли быть, что добра?» Знаменитая фраза, да, причем произносится она именно тем самым Нафанаилом из Вевсаида. Можно посмотреть по карте, где находится даже официально, да, то, что называется Вевсаидой, и где находится вот этот поселок Назарет. Вы поймете, что, в общем-то, у Нафанаила как совершенно такая потрясающая подкованность наблюдается и знает о каких-то там хуторянах, знаменитом, печально знаменитом для него городе Назарете и так далее, и так далее. Об этом ли Назарете он говорит? Я рискну предположить, что о другом Назарете речь идет, о том, который сейчас существует на территории Галии, Франции. Называется этот город Сан-Назер. Это северо-запад Франции и история этого города признается самими французами достаточно мутной и темной. Хотя, в общем, история достаточно древняя. Примечательно, что неподалеку от Сан-Назера находится еще один город с говорящим названием Кеберон или Кебрен. Почему говорящим? Потому, что в городе под названием Хеврон родился достаточно близкий родственник Христа и он креститель. Естественно, если речь идет о родственниках, эти города должны быть где-то рядом и они действительно на территории Галии, Франции находятся рядом. Достаточно посмотреть на карту и поймете, что Сан-Назер или может быть Назер, как он раньше назывался и Кебрен находятся весьма близко друг от друга. Хорошо, предположим, что это случайность. А если, например, расскажу, что неподалеку от Сан-Назера и Кебрена находится Вифлеем, а Вифлеем действительно там находится, Гальский Вифлеем, и город находится аккуратно пути Сан-Назера в Париж, если посмотреть на карту, и называется до сего дня Белем. Именно так он и называется, то есть Вифлеем. Если вы посмотрите, в Португалии до сих пор существуют Белемские башни, это Вифлеемские башни, то есть в латинской транскрипции это именно так и будет выглядеть. То есть это действительно город Вифлеем, Белем. И находится он по пути Сан-Назера в Париж. Вот такое тройное совпадение. Веришь ли ты сам тому, что сейчас говоришь? И приплыли в страну Годаринскую, лежащую против Галилеи. Подчеркиваю момент, против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов пошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, чтобы позволили им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и селениях и вышли видеть происшедшее и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы». Это достаточно комментируемый кусок из Евангелия и обычно все комментарии сводятся к одному, что речь идет о городе Гадара внутри Дестиградия, к югу-востоку от Тивериада или примерно в том районе. Хотя реальную Гадару до сих пор не нашли. То есть, опять-таки, никакой реальной привязки нет. Но вот считается, что Гадара была где-то внутри Дестиградия. Какая Гадара может быть внутри Дестиградия? Ведь Лука дает точный адрес против Галилеи. Причем надо именно плыть, а не караваном на осликах. Ну, зачем тогда вообще изучать текст Нового Завета, если все равно Гадарой будет назначен нужный город. А стадо свиней там откуда взялось? Это в Израиле, где свинья с покон веков считалась чистым животным. Это что, декоративное разведение, что ли? А там не просто стадо, там стадо с пастухом. Я уж не говорю о том, что там даже кормовой базы для этого стада свиней нет, но это уже другой вопрос. Но свинья в Израиле... Как иногда очень смешно пишут в некоторых комментариях, что якобы Гадара была греческим городом, и это греческий пастушок пас греческое стадо. Ну, в общем-то, достаточно смешно, конечно, что делали. Греки, вообще-то, они селились обычно по побережью, они, в общем-то, вглубь пустыни не лезли. Ну, это так мягко говорят, да? Потому что не говорят о том, что ничего греческого в районе Тивериады найти просто невозможно. Ну, хорошо, стадо свиней. А с какой крутизны они сиганули? Там же в тексте Евангелия достаточно четко написано, что они с крутизны упали в озеро. И в какое озеро? Если Гадара находится внутри Десятиграде, смотрите на карту. Смотрите на карту. Это внутри Десятиграде. Какие там озера? Там нет ни одного озера, ни озера, ни моря, ничего. Географически привязать вот эту Гадару к Евангельской очень сложно. Вот тут достаточно серьезная промашка у толкователей современных Евангелий. А настоящая Гадара тихо-мирно существует до сих пор. Наверное, удивительно, оно существует даже под своим именем. Надо просто внимательно читать текст Евангелия. И Лука дает очень точный адрес. Против Галилеи страна Гадаринская. Против Галилеи. Берем карту Северной Франции и смотрим. Что будет если мы например на лодке отплываем из Вифсаиды из Бесен того самого и переплываем в Усть-Ищен. Где мы оказываемся? Мы оказываемся в кантоне Годервиль. То есть город Виль это город Гадар. Кантоне Годервиль. Место осталось с тем же названием. Удивительное дело. Я думаю, что это и есть искомая страна Гадаринская. И между прочим тут и со свиньями всегда все было хорошо. Галя знаменита своими свиными стадами и культурой разведения свиней. И с крутизной здесь все в порядке. Если вы проедете по французскому берегу то увидите что там крути очень даже приличные и там есть откуда сигануть. Кстати вот тут интересный момент очень многие обращают внимание на схожесть эпизодов описанных Матфея и Луки где речь идет о Луки идет речь о стране Гадаринской а у Матфея о земле Гергесинской или Герасинской вот что пишет Матфей и когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую его встретили две бесноватые вышедшие из гробов весьма свирепые так что никто не смел проходить тем путем и вот они закричали что тебе до нас Иисус Сын Божий опять таки та же самая ситуация Иисус изгоняет бесов помещает его стадо помещает их стадо свиней и свиней с крутизмой в море при этом местоположение Гергеса или Гераса древних ученых уже естественно установить до сих пор не могут поэтому они пытаются притянуть один эпизод к другому и говорят что страна Годаринская страна Гергесинская это одно и то же и место Гергеса отводят не где-нибудь а в глубине Дестиградия где как мы помним и со стадами свиней большие проблемы и с крутизной и с водой и самое что интересное ведь толкователи не смущают слова апостола на другой берег то есть речь в том что там была переправа на другой берег о каком другом береге идет речь если эти города находятся в глубине Дестиградия что такое Дестиградия и как оно вообще оказалось на том месте ведь если вы посмотрите на карту там не то же там мол того что там с городами большие проблемы вы имеете ввиду карту Израиля конечно что там 10 городов можно скрести но если только наверное если все дома Дестиградии посчитать и принять их за города то вот тогда вы сможете сказать что там есть 10 городов 10 городов там найти просто нереально а тут именно города не просто поселки не просто населенные пункты а города Дестиградия Декаполис греческий попробуем посмотреть что получится если не трактовать слова Матфея а вооружиться ими как точное указание предположим что Иисус отплыл из того же Бессена или из страны Гадаринской тоже например и чтобы попасть на другой берег в страну Гердисинскую где он окажется если вы на лодке из Северной Галлии плываете вы попадаете на одну из старинных римских стоянок остров Джерси Гераса сравните Джерси и Гераса кстати на пути в страну Герасинскую самую Герасинскую Христос и Апостолы попадают в бурю наверное этот эпизод все помнят когда вошел он в лодку за ним последовали ученики его и вот сделалось великое волнение на море так что лодка покрылась волнами а он спал тогда ученики подойдя к нему разбудили его и сказали Господи спаси нас погибаем и говорит им что вы так боязливы маловерны потом встав запретил ветрам и морю и сделалась великая тишина люди же удивляясь говорили кто это что и ветра и море повернуются ему толкователи писания на протяжении многих веков рассказывают сказку о том как ужасен был шторм на Ленисарецком озере оно же Тевериатское море оно же Тевериатское озеро оно же Галилейское море поистину это каким надо быть фарисеем чтобы актив Богу истинным записать такое чудо как усмирение бури в стакане воды знаю что ты ненавидишь иудейский народ и много мучений ты ему еще причинишь но ты не погубишь его защитит его Бог услышит нас если кто был на этом самом озере Кенерет тот знает что это просто мягко говоря вужин но шторма там не было наверное со времен творения какой может быть шторм с дикими волнами и ветрами на этом месте совершенно непонятно в то же время если мы посмотрим на средневековые карты мы узнаем что тот пролив который сегодня называется Ла-Манш раньше он назывался Гальским морем Гальское море где находится настоящая Герас или Джесс и вот там штормы бывают не читая тем которые пытаются приписать озеру Кенерет и там и со шквалистым ветром бывают штормы и с огромными волнами и я думаю что именно такую бурю укротил спаситель и именно это было признано великим чудом перестань притворяться сумасшедшим разве я похож на слабоумного о да ты не похож на слабоумного одним из самых значимых со всех точек зрения деяний земной жизни Иисуса было воскрешение из мертвых лазер произошло это событие в селении Ифания которая как можно догадаться в Израиле еще давно но не могут найти предполагается что оно находится где-то неподалеку от Иерусалима но на чем основано это мнение не очень понятно вот в Евангелии от Иоанна Вифания упоминается как место связанное с воскрешением Лазера и собственно никакого Иерусалима в ближайших стихах там не упоминается и как не упоминается Игорь Иллионский которую почему-то очень любят упоминать в семье с Вифани так Вифани где могло находиться это место думаю что там же где имени оно находится на севере Галии и Франции опять-таки название практически не изменилось сегодня как и много веков назад этот город называется Бетюн желающим оспорить эту версию предлагаю написать по-французски Вифания и Бетюн и сравнить эти названия вы поймете что в общем-то речь идет об одном и том же месте кстати сам Лазарь которого воскресил спаситель похоронен недалеко он похоронен в кафедральном соборе города Атен согласно легенде этот святой человек после воскрешения перебрался вместе со своими сестрами Марфы Марии Галю стала первым епископом Марселя вот а что самое интересное тот собор города Атенов в котором похоронен Лазарь Святой Лазарь он назывался раньше и сейчас называется по-моему собором Святого Назарея Сен-Назарь собор Святого Назарея ну наверное можно кто-то может сказать что это опять случайность ну наверное уже пора перестать удивляться этим случайностью в Евангелии от Матфея есть любопытный пассаж в котором Христом упомянутся уже несколько городов тогда начал он укорять города в которых наиболее явлено было сил его за то что они не покаялись горе тебе Харасин горе тебе Вифсаида ибо если бы в Тирии Сидоне явлены были силы явленные в вас то давно бы они во вретящие пепли покаялись но говорю вам Тиру Сидону отраднее будет в день сюда нежели вам и ты Капернаум до неба вознесшийся до ада низвергнешься ибо если бы в Содоме явлены были силы явленные в тебе то он оставался бы до сего дня но говорю вам что земле Содомской отраднее будет в день сюда нежели тебе как можно идти из Тиру Сидона к Галилейскому морю через Дестиграде смотрите в самом центре Франции находятся два города Тур и Суден выйдя из них и едя на северо-восток вы попадаете в Декаполис в Дестиграде союз эльзасских городов который как нам говорят существовал в 14 веке но учитывая все радости современной хронологии вполне возможно что он существовал и раньше и позже тем не менее Декаполис в Эльзасе это реальные 10 городов а не 10 мифических поселений на той территории где их сегодня пытаются обрести так вот пройдя через этот самый Декаполис и идя строго на север вы попадаете в Гальскому морю Харасин это скорее всего современный Кверси который по-окситански назывался Карсин сравните с Харасин да под именем Содом скорее всего фигурирует Сидан находящийся на северо-востоке и кстати неподалеку от него находится город с не менее звучным именем Сент-Омер ранее просто Омер учитывая предыдыхательный характер первый соглас про попросту Гамора попросту Гамора а еще одним свидетельством в пользу этой версии является то что по соседству находится Лотаринги то есть земля Лота который как мы помним покидая си нагрешившие города оказался единственным праведником так вот единственный пункт по поводу которого честно говоря ничего не могу сказать это Капернаум вот тут есть определенные сложности и локализовать его на территории современной Галии Франции я не могу хотя одна зацепочка есть очень интересная зацепочка все знают что одним из самых известных сортов винограда во Франции является сорт Каберне но этимология этого слова очень и очень туманна и сдается мне что это может быть как раз связано с евангельскими событиями вот если мы примем точку зрения что Каберне некая область Каберне это и есть тот самый Кабернаум то в общем все наверное сойдется теперь я не сомневаюсь что праздные зеваки ходили за тобой виршило ими по пятам я не знаю кто подвесил твой язык но подвешен он хорошо так вот вот когда мы нашли большую часть евангельских названий на карте современной Галии Франции самое время вернуться когда мы говорили о Евангелии от руки когда речь о Самарии и Галилее когда он проходя между ними должен был оказаться в Париже тогда рассказал что нужно остановиться и поговорить немножечко о другом теперь когда вокруг вечного города нашлись и Самария и Вифания и Гадара и Канна и Вифлеем и прочие города я думаю имеет смысл приглядеться в Париже по пристани так что же общего у двух столиц мира реальный и мифологический начнем пожалуй с жителей всех славных городов ну как вы помните кто больше всех умышлял против Христа Парисея не мир принес нам обольститель народа вершалоим и ты всадник это прекрасно понимаешь ты хотел выпустить его чтобы он смутил народ над верой надругался я думаю что небольшой секрет для и для лингвистов и для людей читающих и будущих историю и языкознания что эти буковки Ф и П они взаимозаменяемы вам их языком вот если вы замените в слове фарисеев первую буковку на П у вас получится очень интересная реакция у вас получится Паризии те самые Паризии которые дали свое имя городу Париж то самое племя которое дало имя городу Парижу действительно ли они были причастны к распятию Христа молчать местоположение Голгофы сейчас оно считается определенным но тем не менее как я уже говорил в 19 веке определить вокализовать это место не представлялось возможно по крайней мере существовали еще варианты и споры продолжались и продолжаются до сих пор а вот в Париже Париж есть если мы принимаем точку зрения что Париж это есть тот самый Иерусалей есть гора которая точно соответствует всем описаниям и называется эта гора Мон Мартр гора мученик эта гора как раз не находится в городе она находится за пределами города то есть опять таки все в соответствии с евангельской традицией весьма символично кстати что эту гору венчает собор Сакрикер собор Святого Христова Сердца который был построен в 19 веке если мы отмотаем пленочку вглубь веков мы узнаем что на Мон Мартр возникло одно из самых известных тайных обществ Европы общество иезуит именно на Мон Мартр Игнатио Лопес который всему миру известен как Игнатио Лайоно вместе со своими товарищами дал на горе Мон Мартр обеты определенные обеты и именно на этой горе было создано общество Иисуса на Мон Мартр помимо Сакрикера есть еще один небольшой храм храм Святого Петра он настолько неизвестен что даже ушлые парижские таксисты не знают что за Сакрикером есть храм Святого Петра а храм очень древний очень старый это как говорят это часть монастыря третья часть аббатства некого древнего и между прочим это место было местом паломничества в средневековье причем очень серьезного паломничества понятно что место это было выбрано ими совершенно не случайно это абсолютно официальные данные вы можете прочитать об этом везде просто немногие обращают на это внимание что и немногие связывают это с евангельской историей как известно Париж стоит на холмах как и многие города вот соседний с монмартром холм называется не как-нибудь а будь шамон то есть перевод попросту лысая гора ну что такое лысая гора для христианства я думаю рассказывать не надо и с чем она ассоциируется такое же место на самом деле было Голгофы именно вот эта лысая гора или монмартр для того чтобы понять это нам нужно перенестись еще на несколько веков вперед и посмотреть что сказал еще один иезуит в конце 19 уже века очень интересно был такой кардинал Гебер при котором собственно и строился Сакрикер как он мотивировал то что именно здесь должен быть построен храм Христово сердце очень интересные слова им были сказаны вот оно место мученичества встречал он вот место где должно править святому сердцу где оно может непрестанно взывать к нему у подножия холма где родилось христианство родилось среди нас в крови наших первых апостолов должен быть воздвигнут памятник нашему религиозному пробуждению ну по-моему яснее не скажешь я уж не знаю сожалел он потом о том что сказал или нет или может быть это была некая сознательная утечка информации да правду говорить легко и приятно мне не важно знать приятно или неприятно тебе говорить правду тебе придется ее говорить но говоря взвешивай каждое слово но тем не менее вот эти слова были записаны аббатом ленджиньё в конце 19 века и эти слова можно найти в некотором количестве буклетов повествующих о строительстве храма Сакрекер кстати строительство этого храма Святого Сердца оно от и до контролировалось иезуитами на всех стадиях кстати сама идея возведения этого храма была подкинута иезуитами когда говорят что это строительство храма связано с франко-прусскими воинами и так далее и так далее ну это некоторое лукавство то есть конечно прикрытие какое-то было да что строится под каким-то предлогом но тем не менее основную идею бросили иезуиты и они довели ее до конца ну все знают что один из самых главных соборов посвященных Богородице находится ну если не главный находится именно в Париже называется Нотр-Дам де Пари во-первых в этом соборе сохранена одна из самых главных христианских святынь терновый венец спасителя а во-вторых во-вторых очень любопытно что этот собор до 18 века украшали статуи причем статуи это были не французских королей а это было 28 статуй царей древней иудеи вот что осталось от этих статуй находятся эти головы в музее Клюни сегодня в центре Парижа это цари древней иудеи то есть все народы стремятся увековечить своих доморощенных королей святых воинов а французы по какой-то совершенно непонятной причине вдруг решают увековечить царей древней иудеи с чего бы это если только цари древней иудеи и французские правители это не одно и то же тариже в 12 веке появилось кладбище называлось оно кладбище невинно убиенно царем иродом младенцев вот такое вот длинное название и хоронили на нем что интересно только младенцев оно постепенно разрослось до небывалых размеров в 18 веке его закрыли ну потом там стали хранить все не только младенцев но изначально это было действительно кладбище младенцев в 18 веке название уже сократилось просто до кладбища невинных никаких подобных кладбищ на территории Ближнего Востока нет какие уж там младенцы если даже храм Соломона не могут толком показать не могут показать место в целом приблизительно что-то показывается как это все располагалось когда читают Евангелие они к ним заменивают как бы не замечают что в храме были миниалы которые Иисус оттуда знал что собственно миниалы забыли в храме а вот в Париже до сих пор есть лица храма на которой стоял стоял в свое время храм Тамполь храм Соломона а рыцарями храма были те самые тамплиеры официальное название которых рыцарь храма Соломона и центральный офис тамплиеров был как раз в Париже кстати и история тамплиеров если вы помните завершается тоже в Париже вместе с сказью Жака де Моле это самое начало 14 века Тамплиеры имели самое непосредственное отношение к тому что сегодня мы бы назвали банковским бизнесом то есть банкирскому делу и если принять точку зрения что тамплиеры это и есть те самые менялы то в общем понятно как они оказались в своем собственном офисе кстати одна из башен вот этого самого парижского офиса называлась башней цезарь вот рад историкам предлагаю поискать цезарей в 12 веке когда она была так названа какие у нас там были цезарей в 12 веке в честь которых могли назвать башню церковь меня не примет церковь это дело рук людских при слове церковь я вижу толпы фанатиков рьяна рвущихся исполнять божью воз если бы с ним поговорить я уверен он резко изменился бы то о чем я говорю это всего лишь версия спонтанная версия еретическая наверное во многом хотя мне кажется что то я-то как раз подтверждаю то что действительно было вопросы там веры и географии это немножко разные вопросы злых людей нет на свете и ты проповедуешь это? да